Украинский вертолетный отряд миссии ООН в Конго приступил к очередному этапу работы. Задача наших миротворцев переместиться в район действия боевиков на востоке страны. Как прошла операция, узнаем у Геннадия Вивденко. Задача Руслана так называемое сшивание лопастей на боевом Ми-24. До сих пор погода здесь не позволяла выполнить полеты. Когда ветер, может быть, шторм, не поломал лопастя. В общем, где-то минут 10-15 занимает. Он сепаратал. И готов уже взлетать, работать до дна. Рядом конголезец, который представился как Саша, пытается объяснить, в чем заключается его работа. Да, я помогаю на Украине. На Украине без проблем, а нет проблем. Я помощник, помощник. Чистит новый, VIP. Когда стало ясно, что погода не преподнесет сюрприза, украинская группа получила разрешение на вылет из аэропорта города Гома. И два вертолета Ми-8 отправились к базе индийских миротворцев. Задача украинской миссии на сегодня – это транспортировать 10 индийских бойцов, коллег. Также из миссии ООН. Помимо того, несколько тонн грузов, другое селение. Вот здесь достаточно опасно, потому что с той стороны уже находятся боевики. Индийцы совершают боевое охранение украинских вертолетов. Это известное кангалецкое озеро Киву. По ту сторону в горах были замечены боевики. Средств ПВО у них нет, зато есть гранатометы, которые также могут быть опасны для украинских военных, транспортировщиков. Шива из Дели пристально следит за ситуацией на том берегу. Да, опасность существует. С той стороны есть те, кто называет себя повстанцами. Оттуда и могут напасть. С неба украинцев прикрывает боевой вертолет Орикс с миссией Южноафриканской республики. Индийцы быстро загружаются. Наша задача их перебросить на площадку Нианзале. Там они на протяжении какого-то времени, обычно это там неделя-две, выполняют патрульные действия, охранные действия. Если там есть какие-то боевики, то их не поиск и при возможности обезвреживания. Командир индийского подразделения уже 4 месяца работает с нашим отрядом. Я считаю, что украинские пилоты самые профессиональные из тех, кто выполняет здесь миссию ООН. И я всегда предпочитаю работать именно с ними во время операции. Замечательные люди. Украино-индийская группа отправляется из поселка Сакэ в поселок Ниабионда на востоке Конго. Здесь индийцы начнут обустраивать свою временную базу для ударной группы по противодействию бандам боевиков. Прибытие украинцев для местной детворы – настоящее зрелище. За несколько рейсов украинцы доставили сюда с полсотни индийских бойцов, а также три тонны груза, боекомплект, генераторы и провизию. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин. Подробности. Телеканал «Интер» из Демократической Республики Конго. Продолжение следует... Продолжение следует...